В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Какой была эта неделя в нашем предпраздничном выпуске? 23 февраля – главный мужской праздник страны, что подарить защитникам Отечества. Живая легенда – в музее истории ВДВ экскурсии проводит 90-летний десантник. Дороги в ямах, тротуары во льду, февральская отепель принесла горожанам старые проблемы. В Рязанской области бюджет – забота общая. Олег Ковалев высоко оценил взаимодействие правительства области и региональной налоговой. У Рязанского музея истории ВДВ появилась 3D-версия. Теперь экскурсию можно совершить, не выходя из дома, а перемещаясь с помощью курсора. Такие прогулки имеют и музыкальное сопровождение, но увидеть историю крылатой пехоты, тем более в преддверии праздника Дня защитника Отечества, рязанцам стоит воочию, потому что здесь, как ни в каком другом музее, ее рассказывают живые легенды. И вот перед вами ветеран Великой Отечественной войны Владимир Андреевич Нюнс, но до сих пор в строю является одним из экскурсоводов в нашем музее. По поводу этого памятника, ребята, история создания этого памятника такова. Памятник советскому воину-освободителю в Берлине – знаменитая 13-метровая бронзовая фигура советского солдата с девочкой на руках и мечом, рассекшим фашистскую свастику. Прототипом для скульптора послужил солдат Красной Армии, спасший немецкую девочку во время штурма Берлина в 1945 году. Так начинает свою экскурсию ветеран ВДВ, участник Великой Отечественной войны и бессменный хранитель реликвии крылатой пехоты Владимир Инюцин. 74 года, и это только его трудовой стаж. Владимиру Инюцину в преддверии праздника исполняется 90, а он даст фору многим молодым коллегам. Изобразил в скульптуре спасенную девочку. Символ доброты, благородства и так далее. Ну, а меч разрезает фашистскую свастику. Кто к нам с мечом придет, тот отмечает и погибнет. Лабиринты залов приобретают особый, несвойственный обычным музеям дух живой истории, когда ее рассказывает настоящая легенда. Школьники, затаив дыхание, слушают о том, что натурщиком для создания всемирно известного монумента, оказывается, был сослуживец и товарищ Владимир Андреевича. Его подозврат, он представился, он ему говорит, Ваня, вот я выберу конкурс, буду лепить фигуру воина-освободителя, которая будет установлена в Берлине, в Треттоф-парке. Ты мне, в боку нет, я буду лепить, а ты будешь стоять, держать девочку. Он потом мне рассказывал, наряд не ходить, картошку не чистить, стройкой не заниматься, девочка держит, да я буду держать его хоть целый день. Хотя потом рассказывал, тяжелый был труд для него. А вот он показывает витрину, на которой экспонаты – это его личные вещи. Благодарность вот Сталина, трофеи мой, бритва, которую я, так сказать, в качестве трофея. Ну, зашел в квартиру, мне нужна была бритва, я взял, считаю трофеем. Ну, фотографии. Вот Иванов, наш командир дивизии. Это символический ключ от города Вены. За каждой вещью, которая находится в музее, целая жизнь отдельных, очень мужественных, сильных духом людей. Игорь Сарычев тоже мечтал водить сюда своего сына и рассказывать о подвигах десантников. Но ему не суждено было увидеть ни первых шагов, ни то, как Артем пойдет в школу. Он погиб в 99-м в Чечне при исполнении служебного долга, когда Артему было всего 4 месяца. И сегодня десятиклассник уже сам рассказывает о подвиге отца, о том, что обязательно последует его примеру и тоже станет военным. Моя игрушка, любимая маска. Игрушку, кстати, маму подарила, когда она взяла. Маску он сам взял. Я похож на него. Это одно лицо даже характера. Даже улыбаюсь так же на одну сторону. Я стараюсь быть, как он, порассказал маму. Мне кажется, это обязанность, наверное, каждого защищать свою родину. Как говорится, где из десантников никто, кроме нас. Сегодня музей ВДВ не только самое большое в стране собрание экспонатов, связанных с крылатой пехотой. Здесь есть кем и, главное, кому передать не только воспоминания, но и жизненные установки, которые особенно важно звучат в преддверии праздника – Дня защитника Отечества. Чем меньше времени остается до самого любимого в нашей стране мужского праздника, тем большую сумятицу в женские умы вносит простой, казалось бы, вопрос – выбор подходящего подарка. И в самом деле, что оригинально подарить на 23 февраля своему мужчине? В преддверии практически любого праздника российский рынок трещит по швам от изобилия всевозможных подарков. Скоро 23 февраля, а значит, рязанские бутики, переполненные лицами женского пола, желающими приобрести подарки для своих сильных половинок, родных и коллег. Но, как известно, в современных экономических реалиях многие стремятся на подарках сэкономить и зачастую, не задумываясь, приобретают в качестве презента своим мужчинам технику, в частности, смартфоны по низким ценам и соответствующего качества. Сейчас я хотел бы дать антирекламу одному из товаров, который попал в поле нашего зрения. К нам обратился молодой человек за помощью, у которого первично данный телефон вышел из строя. Неоднократное обращение за гарантийным ремонтом привело к тому, что ему дали техническое заключение, что данный товар для России не приспособлен, а он выпущен для Арабских Эмиратов. Многие, кто приобретает подобные товары, порой не знают, что выдача гарантийного талона на каком-то куске бумаги, то есть нефирменный гарантийный талон, может в том числе свидетельствовать о том, что у вас в руке контрабандный товар или тот товар, который был неоднократно отремонтирован. Но вернемся к более приземленным мечтам. Ведь не каждая дама готова на 23 февраля раскошелиться на технику. О том, что подарить своим защитникам на 23 февраля, знает каждая уважающая себя женщина. Но мы на всякий случай решили уточнить, что же прекрасная половина рязанок будет приобретать для своих мужчин. Что-нибудь другое еще. Носки и набор для бритья. Эти подарки стали уже шуточным символом 23 февраля. Станут ли они и в этом году самыми популярными покупками у рязанок, узнаем у них самих. Ну, носки приобрели. Еще помимо не только пену, а туалетную воду. Будете что-то своим защитникам дарить? Дарить? Обязательно, конечно, буду. Что будете дарить? Ну, что захотят. А у нас нет, они доклады. Это вам так вот тяжело просто? Или вообще жизнь такая? Сергей, не уходите, мы вас будем интенсивно поздравлять. С наступающим 23 февраля. Спасибо. Вы тоже в армии? Да. Значит, я тебе поздравляю, подарю тебе носочки. Это не служил, подарил бы цветочки. А скажите, пожалуйста, что бы вы хотели получить на 23 февраля? Носочки. А в наборе бритья как же? Можно. Можно и в наборе? В довесах носочков. Но я смотрю, что вы гладкий человек, или у вас не растут волосы? Нет. Иногда да. Еще не призадумалась. А если призадуматься сейчас? Сереженька, мы подарим тебе еще один. Хорошо, обеспечить. Будешь же надеть носочка. Я желаю, Сергей, чтобы вам и жена тоже носки подарила. Спасибо большое. Жена. Что мужчина хочет получить в подарок на День защитника отечества? Внимание. Просто внимание. Просто? Да. Хороший ужин. Носочки? Естественно. Нам сейчас мужчина сказала, что мужчины в этот день хотят заботы, внимания, ласки и вкусный ужин. На каждый день. Приготовьте ужин человеку. Обязательно. Я просто нужна. Носочки будете дарить? Нет. Ну скажите, пожалуйста. Здоровья вам всем, мужчинам. Всем здоровья, благополучия, семейной жизни, счастья. Нам говорят, чтобы здоровья и был мир в семье. И к другим темам, которые имели место быть на этой неделе. В Рязани официально начался ямочный ремонт дорожного покрытия. Сразу после заморозков пришло потепление, лед на дорогах растаял, асфальт подсох и дорожники взялись за лопаты. Работы велись в ночное время суток, однако улучшение состояния дорожного покрытия автолюбители никак не замечают до сих пор. Своим мнением по поводу качества ремонта дорог с нами с удовольствием поделились сами горожане. По-моему, никакой эффективности нет. Я что, на второй день все это, вы обратно выбиваете. Ям становится больше, вы знаете, меньше их точно не становится. Больше, и мне кажется, их особо-то никто и не стремится, наверное, сделать. А вот насколько вообще эффективна такая вот тактика ремонта? Я думаю, наверное, совсем неэффективна, потому что, когда они пытаются заделать ямы, они всегда появляются рядышком. Проблема дорог давно является сезонной. Считается, что асфальт каждый год страдает от зимних заморозков и большого потока машин. Покрытие не выдерживает тех нагрузок, которые на него выпадают. Весной дорожники заделывают ямы, затем за лето все опять изнашивается, и начиная с осени и зимы, на тех местах, где производился ремонт, вновь образуются пробелы. Допустим, я живу на Шлаково, у нас там такое низменное место, его делают каждый год, и каждый год после зимы там опять яма. Я думаю, что, скорее всего, такое качество у нас ремонта, что он только на сезон хватает его, к сожалению. Я думаю, можно было бы хорошо их делать, если бы, в общем-то, делать с умом и добросовестно. Что касается нынешнего ремонта, то все опрошенные рязанцы объединились во мнении, что он проходит незаметно для них. Люди не видят ни сделанных дорог, ни рабочих на улицах города. Некоторые отшутились, что ничего не увидели, потому что проспали ночной ремонт. Я еще не видел, что где-то сделали дорогу, если честно. Вот вы где-то замечали уже ремонт? Нет, нигде не видела. Вот езжу на машине по Рязани, в центре особенно, нигде не видела. Я пока нигде не видела, что делается ремонт. Ну вот, по крайней мере, я. Ну, не знаю, мне так, мне, по крайней мере, не попалось. Среди опрошенных граждан на улицах города съемочной группе удалось поговорить и с москвичами. Для некоторых из них ямочный ремонт оказался нестандартной ситуацией. Не знаю, не сталкивался. Ямы ремонтировать? Зачем их ремонтировать? Их нужно устранять. А вы откуда вообще? Москва. Как пояснил гость нашего города, в Москве, конечно, тоже на дорогах существуют проблемы. Но если речь касается повреждения покрытия, то ямы там не ремонтируют. Вместо этого рабочие делают большие заплатки на дорогах. Залатать имеет смысл, когда нет возможности класть асфальт. А так надо вообще делать дороги нормальные, следить за качеством ремонта. Например, говорят, что у нас условия не очень хорошие, климатические. Вот я пример приведу. Вот в Москве было построено еще при Горбачеве. Немцы сделали это конец 80-х, дорогу до Домодедова. Она без ремонта простояла 20 лет, несмотря на климатические условия. То есть есть возможность качественно делать. Может и правда перестать замечать только плохое. Да, есть ямы, есть ремонт дорог, которого не видно. Есть ремонтники, которые в самой дождь и в самую пыргу что-то делают. Но в этом есть и плюсы. Благодаря дорогам о Рязани слагают новые легенды. Какая-никакая все же популярность. Резкие скачки температуры привели к сильному гололеду. Обледенелая корка, как известно, в некоторых районах Рязани не посыпается и долгое время не сходит. Отсюда и вытекают неприятные последствия в виде многочисленных травм от падений. Время скользких улиц. Еще вчера вечером в нашем городе шел дождь, ночью подморозило и теперь ходить по некоторым улицам города просто невозможно. Число обращений в травматологические отделения наряду с этим резко увеличилось. Большинство травм получены в гололедицу. Сейчас хочешь чистить, не чистить. То дождь, то морозь, то дождь, то морозь. Пускали на руку. Сломала. Я упала на улице Денинского комсомола. Там свой дом. Дорожка нормальная была. Когда я спускалась на проезжую часть, я упала. Перелом со смещением. Вот какая у меня рука. Вот смотрите. Я группировалась, чтобы бедро не поранить. А глыбы-то все замерзли, и я себя раздробила плечо и предплечь. На Московском шла на базар. И упала. Все. Перелом. Неделю вот сижу сейчас, посмотрят, что. Может быть, если неправильно сросло, значит, будут снова ломать. Вот где машины ездят, они колесом пробивают к себе эти колею. А где люди ходят, даже песок не сохраняет от падения. Самая частая травма сегодня – перелом лучевой кости в типичном месте и перелом шейки плеча. По частоте следом за руками страдают ноги. Нередки случаи перелома лодыжки в голени. Во время гололеда старайтесь идти небыстро, руки в карманах не держать, балансировать ими при движении. Желательно наступать на всю подошву, не поднимать при этом высоко ноги. Врачи также рекомендуют при возможном падении не выставлять руку вперед, ноги держать вместе. Также можно обезопасить свою обувь. Самый простой вариант – отнести сапоги в ближайшую мастерскую и попросить сделать профилактику от скольжения. Вам наклеят специальную резиновую прослойку, которая предохранит обувь от гололеда. Для безопасности нужно одевать обувь соответствующую, либо насадки такие есть на обувь с железными шипами, либо самая хорошая безопасность – это находиться дома и не выходить в такую погоду. Ну а если случилось, что упало? Лучше зафиксировать конечность тем, что есть, картонными коробками, либо чем-то еще, и обратиться к специализированным, ну к врачу. Врачи-травматологи утверждают, что с резкой переменной погоды количество обращений пациентов увеличилось в два раза. Однако мы можем изменить такую тенденцию, помнив о безопасности и закладывая на дорогу до дома или работы больше времени. Пенсионерка Лидия Ермоленко уже несколько лет ведет судебную тяжбу со строителями, архитекторами и властями. Причина – аварийное состояние квартиры в когда-то новом, а на сегодня уже буквально разваливающемся доме. Пенсионерка приобрела жилье еще в 2007 году, а судебные тяжбы длятся по сей день. Дело в том, что одна комната находится в той части дома, что стоит на сваях, а другая расположена на фундаменте. Между комнатами проходят деформационный шов, который постепенно рушится, и жители многострадальной девятиэтажки рискуют совсем скоро остаться без крыши над головой. Вот эта часть комнаты, которая в другом здании, она отходит, оседается за время проживания. Вот сейчас на 10 сантиметров, может быть, уже и больше осела. Пенсионерка Лидия Ермоленко знает все строительные термины не понаслышке. Уже 8 лет она живет в квартире, которая располагается сразу в двух разных зданиях одновременно. Сквозь всю стену дома проходит огромная трещина, которая появилась спустя всего два месяца после окончания строительных работ. Дом буквально расползается на две части. Как выяснилось, в расчетах архитекторов закралась ошибка. Она заключается в так называемом деформационном шве, который устраивается для того, чтобы здания могли оседать без вреда друг от друга. Но его прокладка через жилое помещение – нонсенс. В результате одна из комнат квартиры Ермоленко уплыла вниз почти на 10 сантиметров. Стены и потолки деформируются, штукатурка отваливается. Ремонт делать бесполезно, потому что этот плавающий процесс продолжается. Вот здесь уже все заложено параллоном. Здесь пакля. Вот это все продувает. Это уже почернело. Здесь запах плесени. По словам Лидии Ермоленко, комната отошла на 9 сантиметров по горизонтали от остальной части квартиры и начала опускаться. На данный момент разница между уровнем пола этой части квартиры и уровнем пола в этой комнате составляет около 9 сантиметров. Женщина говорит, что с помощью этих щелей она всегда в курсе, дома ли я о чем разговаривают ее соседи. Вот так вот, вставив линеечку, я свободно проникаю в другую квартиру. Мы отлично друг друга слышим. Мы всегда знаем, кто когда закурил и кто что сказал. На сегодняшний день у пенсионерки на руках солидная папка документов, постановление судов и ответы научных институтов, письма из администрации города. На всех бумагах прописано, дом находится в аварийном состоянии. И только один документ говорит об обратном – заключение межведомственной комиссии. Здесь есть и заключение независимых экспертиз, установившее наличие критического дефекта в конструкции дома, при котором проживание в здании не только нежелательно, но и опасно для жизни. Рассказывая о судебных процессах, женщина горько усмехается. Виноватого найти так и не удалось. Фирма-застройщик объявила себя банкротом, а следовательно компенсировать ущерб не в состоянии. Вот у меня опять фактически решений судов, где действия межведомственной комиссии признаются незаконными. Номера телефонов, названия лекарств и афоризмы любимых писателей. Такими граффити Лидия Ермоленко украсила голые стены комнаты собственноручно. Все равно делать здесь ремонт она уже не будет. О необходимости предоставления льгот на расходы за капитальный ремонт пожилым людям говорилось еще в самом начале запуска проекта в нашем регионе. На расширенном заседании правительства, которое состоялось во вторник, губернатор Олег Ковалев заявил, что он полностью поддерживает данную инициативу. Подробнее в материале Оксаны Тебенихиной. В настоящее время проект регионального закона, который касается платежей за капитальный ремонт и предусматривает предоставление компенсации расходов на их уплату отдельным категориям граждан, разработан и передан депутатами Рязанской областной думы. Я знаю, что с такой инициативой выступила наш депутат в Госдуме Елена Митина. Вопрос этот рассматривался на полицовете Единой России и там было принято решение быстро сделать закон и внести. Сейчас проект закона поступил к нам на рассмотрение. Инициатива хорошая, я ее полностью поддерживаю. Такой закон нужен. Система платежей в сфере ЖКХ должна быть все-таки дифференцированной и понятной и справедливой. Сейчас меры социальной поддержки на уплату взноса за капитальный ремонт уже имеют ряд федеральных льготников. В Рязанском регионе эти льготы получают ветераны труда, лица, реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий. Предлагаемый фракцией «Единая Россия» в Рязанской областной думе законопроект расширяет перечень льготных категорий, предусматривает компенсацию для одиноких пенсионеров, достигших 70-80-летнего возраста. Я прошу Минфин с Минэком и Минсоцзащиты быстро дать свои заключения, оформить и положить мне на стол заключение, которое мы отправим в областную думу для дальнейшего принятия этого закона. Прямо в короткие сроки, буквально 2-3 дня необходимо это сделать. До конца недели я подписал заключение и отправил его в областную думу, а дальше депутаты уже его рассмотрят. В Федеральной налоговой службе Рязанской области прошло расширенное заседание коллегии, на которое подвели итоги работы налоговых органов региона за 2015 год и определили оставные задачи на год текущий. Анна Герцовская в своем сюжете расскажет подробнее. В заседании расширенной коллегии Регионального управления Федеральной налоговой службы принял участие губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Он высоко оценил взаимодействие правительства Рязанской области и регионального управления ФНС России, отметив важную для пополнения бюджета совместную работу. Мы совместно работаем над совершенствованием той же налоговой базы, мы совместно работаем над недоимками, мы совместно работаем над вовлечением в серых выплат заработных плат, вовлечением в легальную деятельность коммерческих структур. В ходе заседания руководитель ФНС Вячеслав Морозов предоставил все данные о проделанной работе за 2015 год. Он отметил, что за этот период существенно выросли многие показатели. Большую роль сыграла информационная кампания, которая активно проводилась в прошлом году. В 2015 году более чем на 7% выросло поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней. По налоговым платежам, посолидированным бюджетом Рязанской области, то есть Российской Федерации с территории Рязанской области поступили без учета поступлений от крупнейших налогоплательщиков, составили 42,6 млрд рублей и выросли на 7,2%. Поступление в федеральный бюджет составило 10,1 млрд рублей с ростом на 7,3%. Поступление в подложный бюджет составило 24,6 млрд рублей с ростом на 9%. В местные бюджеты поступления составили 7,9 млрд рублей с ростом на 2,3%. Положительную динамику показали почти все виды налогов. Наибольший прирост произошел за счет транспортного налога почти 900 млн рублей, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также налоговики выделили тенденцию оплаты налогов через интернет. Так, за 2015 год в два раза возросло количество рязанцев, подключивших услугу личный кабинет налогоплательщика. 27 лет назад, 15 февраля, завершилась история самого затяжного участия советских войск в вооруженном конфликте – войне в Афганистане. Именно 15 февраля 1989 года государственная граница двух стран пересекла последняя колонна советских военных. Этому предшествовали 9 с лишним лет изнурительной войны, которая унесла, по официальным данным, жизни 14 тысяч к советских граждан. В Рязани на площади Маргелова почтили память погибших в локальных войнах. Ежегодно люди собираются, чтобы почтить память воинов, погибших в вооруженном конфликте в Афганистане. Здесь, по традиции, мероприятие началось с возложения гирлянды воинской славы. Почтить память воинов собрались ветераны афганской войны. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев, герой Советского Союза и генерал-лейтенант Альберт Слюсарь, руководители министерств, родственники погибших при исполнении воинского долга, а также представители общественных объединений, молодежных организаций, студенты и школьники. Здесь же состоялась акция «Красный тюльпан». Она посвящена памяти 134 рязанцев, героически погибших при исполнении служебного долга в Афганистане. В рамках подготовки к сегодняшней акции были проведены открытые уроки в школах, на которых учащиеся изготовили «Красные тюльпаны», чтобы запустить их в небо вместе с нами. «Красные тюльпаны» улетели вверх вместе с воздушными шарами. После этого торжественным маршем перед собравшимися прошли рязанские курсанты и кадеты. Каждый год многие из тех, кто принимал участие в боевых сражениях в Афганистане, так или иначе собираются, чтобы пообщаться между собой и вместе с тем донести до других людей правду тех событий, которые происходили 30 лет назад. В этом году в Доме общественных организаций состоялся круглый стол с участием представителей правительства Рязанской области и участников сражений. Речь шла о патриотическом воспитании молодежи. Участники боевых действий поделились воспоминаниями о военной службе в Афганистане, почтили память погибших минутой молчания. А 15 февраля там же, в Доме общественных организаций, состоялся праздничный концерт, на котором ветеранам боевых действий были вручены региональные награды, почетные грамоты и благодарности главы региона, а также знаки губернатора за усердие. Такой была эта неделя. Я и мои коллеги поздравляют всех мужчин с наступающим праздником. Мы хотим вам напомнить, что защита Отечества – это не только служба в армии. Это еще защита вашего дома, семьи и близких. Берегите нас, дорогие мужчины. С праздником! Хороших вам выходных! Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok